Как только школа номер 11 попала в программу капитального ремонта образовательных учреждений, сразу же специалисты подготовили всю необходимую документацию, составили проект и объявили конкурс. Но в первый раз ни одна организация не заявилась. Попытку увенчалась успехом со второго раза. На все процедуры требуется время, поэтому к ремонту приступили уже во время учебного года. Сейчас идут подготовительные работы. Сейчас пока есть вот такая возможность, подрядчикам проводятся земельные работы, работы по устройству молниезащиты, заглублению ее в соответствии с требованиями ГОСТов. Затем начнется работа непосредственно по ремонту кровли. Закончить все по контракту должны к середине декабря. Школа имеет два вида кровли. Мягкую кровлю над спортивным залом и скатную кровлю над основным зданием. Соответственно, будет заменена как мягкая кровля на мембранную, так и скатная на металлочерепицу. На время основного ремонта здание закроют. Детей направят учиться в другие общеобразовательные учреждения. В течение этой недели дети учатся. В течение следующей недели мы планируем, в том случае, если подрядчикам будут все подготовительные работы закончены, вывести детей на каникулы и со второй четверти организовать учебный процесс на территории школы-интерната номер 1, школы 14, школы 13. Подготовительная работа по распределению классов по школам проведена. Как заверили в департаменте образования, 11-я школа будет делать все необходимое для того, чтобы образовательную программу ученики освоили в полном объеме. Планируется, что школьники вернутся в родную школу в третьей четверти.